Теперь перенесемся на Украину. Министерство внутренних дел этой страны объявило Виктора Януковича, четвертого президента, вероятно уже бывшего президента, в розыск. Сообщает об этом Арсен Аваков, который сейчас исполняет обязанности главы МВД. Статья, по которой разыскивают Януковича, подозрение в причастности к массовому убийству мирных граждан. Где находится четвертый президент Украины, неизвестно. Тот же Аваков подробно описал последние несколько дней Януковича. Как он перелетал из одного города в другой на вертолете, как останавливался в частном санатории, как расстался со своей охраной. Мой коллега Петр Рузавин следит за перемещениями пропавшего Виктора Януковича. Петр. Да, Юлия Тихон, здравствуйте. Ну вот, собственно, как сообщает исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков в своем фейсбуке, 21 февраля в пятницу Виктор Янукович вместе с главой администрации, с Андреем Клюевым, на вертолете вылетели из Киева в Харьков. Для того, чтобы принять участие в съезде депутатов партии регионов. Там он переночевал и в госрезиденции в съезде так и не принял участия. Как пишет Аваков, записал видеообращение, в котором как раз он говорил о незаконности решений, принятых Верховной Рады. И 22 февраля в субботу, опять же таки на вертолете, улетел в Донецк. Там возникают два самолета типа Falcon, на который якобы он пересаживается и пытается улететь из страны, однако ему препятствуют пограничники. Янукович уезжает в госрезиденцию в Донецке, находится там несколько часов, после чего пересаживается на машину и без сопровождения ГАИ, отмечает Аваков, кортеж Януковича отбывает в Крым. Туда Янукович приезжает уже 23-го вчера, в воскресенье. Там он снова, по словам Авакову, пытается улететь уже из местного аэропорта Бильбек, но туда приезжает сам его министр внутренних дел Арсен Аваков и исполняющий обязанности главы службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Дальше я процитирую фейсбук Авакова. В 23.50 Янукович, не доезжая до аэропорта Бильбек, остановился в частной резиденции в районе Балаклава, собрал свою охрану, спросил, кто с ним будет в сопровождении дальше, а кто останется тут. Часть сотрудников Управления государственной безопасности выразила желание остаться тут. Янукович, попрощавшись с ними, передал официальный отказ от государственной охраны. После этого следы Виктора Януковича теряются, а МВД объявляет его в розыск. Где он и что пытается делать, гадают и журналисты, и политики. Например, журналист «Украинской правды» Татьяна Черновил предположила, что Янукович собирается покинуть Украину морем. При этом выложила фотографию яхты под названием «Бандиты», на которой якобы Янукович собирается уплыть. Депутат Александр Бригинец настаивает на том, что Янукович обнаружен в одном из монастырей Московского патриархата вместе с охраной и ближайшим окружением в Донецке. Что касается отказа от государственной охраны, то Аваков прилагает скан бумаги, на который Янукович письменно это закрепил. Юля Тихон. Спасибо, спасибо, Петр. Петр Розаевн о том, где ищут отрешенного от власти президента Януковича, которого найти не могут уже не первый день.